Не переживайте. Везде, везде. Я еще такой милептик, потому что тяжело руку вверху держать. Ты каждый день тренируешься? Ну, практически, да. На Украину я в первую очередь поеду, я себя куда-то соберусь, потому что на Украине у меня столько девчонок, просто у меня в Польше девчонки все с Украины. Все. В Дубай девчонки все с Украины. Поэтому я сюда, они говорят, вы, Вика, проезжай в Киев, в Одессу, там все твои. Украина моя вообще, я не знаю, так девчонки там любят, они такие крутые, так же, как и в Питере. У меня вот Питер и Украина вообще топчик просто. Я их обожаю. Они со мной, мне кажется, там с самого открытия моего Инстаграма, потому что кого я не встречу, они ревут такие, блин, я как-то для тебя подписалась. Мне там было чуть ли не 15 лет, сейчас мне там 18 и так далее. Очень круто. Одна девчонка подписалась, представляете, в восьмом классе, она говорит, Вика, ты меня так мотивируешь. У меня состоятельные родители, но я не хочу, говорит, от них зависеть. У меня, говорит, уже, короче, я открыла свой магазин косметики. Я хожу там на хореографию, записываю там то-то, то-то, короче, такой список мне передала. У меня такое ощущение, как будто не в восьмом классе, а как будто ей лет 28. У меня такие куча планов, куча идей. Говорит, ну, типа, родители меня не поддерживают, хотя я чувствую, что я устала, я не успеваю, хочется просто поддержки отца. Я, блин, обидно, обидно, что таких детей инициативных, которые не пьют, не курят, которые хотят развиваться, хотят быть независимыми, хотят просто похвалы. Их родители не замечают и вот так вот относятся. Поэтому, конечно, говорит, что мне делать? Да ничего, такие родители нам и всем людям, да, кто сталкивается с недопониманием родителей, с тем же, с нехваткой любви. Мы должны их поблагодарить, потому что задача в нашей жизни именно через это отношение пройти уроки и достигнуть всего того, что есть. Допустим, если бы меня мама гладила по головке и думала мне в задницу все мое детство и все мое время, говорила, какая молодец, хода я еще ни хера не сделала, то, поверьте, я бы ничего не достигла. Меня нельзя было трогать по сценарию моей жизни уже, потому что если меня было тронуть, значит, я бы сбилась со своего пути. Именно поэтому мне была такая мама дана, которая была так же работала, как и я. Именно поэтому сейчас, да, мне дан ребенок, чтобы свои обиды я отпустила, дабы поняв свою маму, ее отношения в прошлом ко мне и почему так было, и за что так было. И только после того, как я отпущу свои обиды, я отпустила обиды, наконец-то этот цикл закончится и начнется новый сценарий судьбы. Я вам честно советую, почему говорят, ой, прошлое, прошлое. Но без прошлого вы не поймете, что в будущем, как вам дальше двигаться. Только анализируя, соединяя точки прошлого и настоящего, сопоставляя все свои ошибки, только тогда вы сможете пойти на пути к будущему, к новому будущему. Вы сможете изменить его, хотя бы поменять локации на улучшенного качества. Да, вам будут повторяться эти уроки. Но эти уроки, если вы будете постепенно их проходить, будут повторяться в улучшенных локациях. То есть, если бы я не проходила уроки, то они бы повторялись, сидя на лавочке с бутылкой пива в Хабаровске. И у меня бы один вор в законе менялся на другого вора в законе. Одна нищебродная семья сменялась бы на другую, у которой нет никаких ни ценностей, ни принципов, ничего. Это бы крутилось вокруг, вокруг, вокруг. А знаете, наша жизнь, вот я свою жизнь как представляю, как букет, огромный букет сорняков. И постепенно, постепенно, с каждым циклом, с каждыми уроками уже давно, будто я выдираю эти сорняки. Именно поэтому улучшается качество жизни и локации, в которых я прохожу эти уроки. Понимаете? Именно для этого это все можно в жизни делать. Не обязательно биться о стену в одном квадрате, ничего не менять и пытаться там решить какие-то уроки. Вот. У меня в жизни так. Мне дана была такая жизнь, чтобы прийти к осознанию того, что у меня сейчас есть. А не к тому, что у меня было там несколько лет назад. И я не понимала, зачем мне нужен спорт, зачем вообще вставать. Я люблю смотреть сериалы, ковыряться в носу, жрать пиво, есть чипсы. И я вообще не понимаю, для чего все нужно. А ребенок вообще, ну как бы, все мне должны помогать. Я же молодая мама, я же родила. Давайте, помогайте мне все. То есть, если бы у меня вот так вот не случилось, да я бы дальше сидела, окей, в Смоленске бы сидела, жила бы с чужими родителями, с парнем в одной комнатке. В комнатке вот так вот, и с ребенком до сих пор на одной кровати бы я спала. Если бы я ничего не осознавала и не решала, ага, вот тут я не вот так. Да, я не могу сразу по щелчку пальцев изменить свое сознание и свое мышление, поменять всю свою жизнь. Я могу это делать постепенно, как могу, так и делаю. И то, что какие сейчас происходят ситуации, это лишь для того, чтобы я пришла к дальнейшему пути, к дальнейшему осознанию, к дальнейшим сменам моих локаций, которые сейчас находятся в моем окружении. Все близкие рядом до сих пор, которые должны были быть рядом, несмотря на расстояние, несмотря на то, что мы там редко видимся и так далее. Но я в любой момент знаю, что я позвоню в Смоленск, я позвоню в Хабаровск, я позвоню хоть куда, хоть куда я приеду, меня встретят, меня накормят, меня, сука, обнимут, меня поцелуют, меня приласкают. И это круто! Меня любят в любых уголках земли. И я люблю в уголках земли. Но раньше у меня этой ценности не было. Вот мне мурашки херачат по коже. У меня не было ценности людей, которые меня любят. А сейчас она есть, благодаря всему тому, что я в последний момент пережила. У меня не было... Я не могла простить маму. Я не могла отпустить обиды из детства. А сейчас я это сделала. Благодаря тому, что я сейчас прохожу какие сложности, я прохожу одна с ребенком. Наконец-то я могла, сука, понять свою маму, когда ее так же предали, так же очень поступил. А я эгоистично, я говорила, что такое, типа... Ну, пускай валит из дома, что ты страдаешь. Я смогла понять, что она пашет все время, что она пахала. Понимаете? Это не просто так. Перестаньте смотреть на жизнь мою и думать примитивно. У меня все складывается по полочкам. У меня одно идет за другим. Решая какие-то вопросы, я иду дальше. Это нормально. Вот и все. Ну, уже почти 38 минут я с вами проболтала. Те люди, которые говорят, да, там... Вот. Примитивно мыслят такие низкорослые товарищи. Говорят о том, что... Ой, вы знаете, я лучше буду заниматься своим здоровьем. Буду пить пиво и есть рыбу, к примеру. Так, ну, про это они умалчивают, понимаете? Вот. Чем убивать свое здоровье в спортзале? Я хочу родить своему мужу здоровых детей. Сука, вы знаете, для чего я себя убивала в спортзале? Вы знаете, для чего я пахала и зарабатывала, блядь, эти кубки? Для того, чтобы, блядь, кормить этого мужа, блядь. Чтоб создать идеальную вот эту вот картинку. Для того, чтобы мы с этим мужем, которым, сука, я не смогла родить, блядь, поехали в отпуск отдыхать. Чтобы мы создали новую иллюзию красоты, благодаря которой, блядь, я могу зарабатывать. И зарабатывать, продавая какие-то услуги, какие-то вещи. Просто люди, которые думают, что «Ай, да она пахала, непонятно, своими кубиками, своей жопой и так далее». Я в профессиональной сфере деятельности, сука, зарабатывала свое имя, своими вот этими гребанными кубками, чтобы эти кубки теперь работали на меня, чтобы мне звонили, сука, с Польши и говорили «Виктория, станьте аббассадором нашей компании». Для того, чтобы я потом сидела и в нас, сука, врялась, когда мне капали денежки, а я со своим сыном могла себе позволить абсолютно все, абсолютно любое время. Я могла с ним проводить 24 на 7. Понимаете? Они просто так. Ой, я ничего в своей жизни не делаю просто так. Если я пошу, значит, я знаю, для чего я пошу. Значит, я знаю, к чему я иду. И близкие люди, которые понимают, как это тяжело. Моя Юлька, брата, жена. Блядь, думаете, ей легко со мной? Думаете, ей легко со мной было? Да, я требовательна, да. Потому что я требовательна к себе. Потому что я хочу лучшей жизни для других людей. Знаете, Юлька, что говорит, «Вик, спасибо, если бы ты, говорит, в тот день не пришла, говорит, и не вставила мне пиздюлей, когда я была после родовой депрессии. Я бы хер, говорит, знать, что было. Если бы ты вот так строго не сказала то, что ты тогда сказала и сделала. Вот, я, говорит, дура была. Понимаете, а люди привыкли жить примитивно, думать примитивно, течь как говно в проруби примитивно. Ничего вообще не сделая, не предъявляя вообще никому, ничему к своей жизни. Они считают, что вот вся жизнь, блядь. Сходил в магазин, купил пожрать, посмотрел киношку, блядь, с попкорном. И все. И все. Ой, это вся жизнь, понимаете. Я так не хочу жить. Я хочу жить, добиваться, идти дальше, дальше, дальше. Я бы могла до сих пор работать в спортзале через дорогу и не париться, и получать сотку в месяц. Сотку в месяц. А проблемы они были, понимаете. Проблемы они есть у всех одинаковые. У семейных пар, у которых, блядь, 15 тысяч доход в месяц. И у семейных пар, у которых 500 тысяч доход в месяц. Что одного там что-то не устраивает и другую. Что в другой паре что-то не устраивает. У всех образ семейных отношений разный. У всех условия разные. Но проблемы есть у всех. Только суть в том, что какие-то люди признают эти проблемы, признают эти ошибки, решают их. А какие-то люди считают это ненужным. Зачем заморачиваться? Зачем проще живот? Вик, что ты вообще встала на этот эллипс? Иди, спи! Вик, иди, спи! А не думаешь, что это хуйня полная, понимаете? Иди, спи до обеда. Подумаешь, у тебя самолет через два часа. Тебе переезжать в Москву, шмотки, тыщить у тебя вся машина, блядь, в вещах. Поспи, отдохни! Поспи, блядь! А хера тебе надо? Ты что, долбанутая? Понимаете? Понимают единицы. И вот эти единицы добьются всего того, чего они хотят. Они хотят путешествовать, они будут путешествовать. Они хотят выйти, сука, замуж. Хоть сто раз они выйдут замуж, понимаете? Хоть десять детей родят и будут счастливы, так как они этого хотят. Но только после того, как они столкнутся со всеми проблемами и решат все эти вопросы, они будут сидеть и говорить о том, что какая Вика тупорылая, ей что, заняться нечем? Вика идет дальше, Вика решает проблему, Вика рассказывает вам о своих проблемах лишь для того, чтобы у вас была мотивация, лишь для того, чтобы вы поняли, что Вика не робот, что у Вики не все по щелчку пальцев, что у Вики тоже жопа полная и в семье, и с ребенком, и со всем остальным. Но Вика, блядь, поднимает свою задницу, идет работать дальше, а не сидит и не ковыряется в носу. То, что Вика плачет, блядь, взять все ваши слезы, все ваше нытье, которое вы вообще без повода, там ПМС, ай, в истерике, блин, ты меня не любишь, ты мне не позвонил. Блядь, взять вот эти истерики бабские, которые не устраивают своим мужикам, да мои вообще рядом не стояли, понимаете? Ладно бы я сидела ныла и ничего бы не делала, это одно. А я вам показываю, я могла бы вам не показывать свои слезы, я бы вам не могла вообще ничего не рассказывать. У меня-то процесс идет, понимаете? Показывала просто, вот, вот это у меня появилось, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. А вы же меня потом долбили, Вика, а как? Поговорили же, Вика, а я так не смогу, конечно, ты сильная, конечно, ты не плачешь, конечно, тебе пофигу, а я вот такая, я не смогу. Я же для вас и показываю, что мне так же тяжело и так же сложно, чтобы вы взяли свои сопли в кулак, подняли свою задницу, несмотря на свои сложные ситуации, несмотря на свои там какие-то психические какие-то там проблемы, взяли и все равно делали, И все равно шли дальше Только для этого Мне все равно по факту я могу вам вообще ничего не показывать Я могу вам показывать только, блин Дорогие там, я не знаю Какие-то понты колотить Просто ходить и все А как, откуда это что берется Почему это берется То, что вы хотите Все хотят путешествовать Все хотят машину, все хотят квартиру Но некоторые сидят и думают, блин, как Вот у меня, вот мне предало Я не могу Я хочу плакать и выпивать винишко с подружками По пятницам Блядь, я тоже хочу плакать и выпивать винишко по пятницам Знаете, сколько раз мне хотелось набухаться Да Вы даже все сосчитать не можете Знаете, сколько раз мне хотелось послать все к чертовой матери Просто сесть, мне дома хорошо Мне по факту Мне рекламы бы вот так вот хватило Денег с рекламы Мне хотелось бы вот так вот, чтобы просто вдвоем дома сидеть Вот так вот ничего не делать Но я бы деградировала, понимаете чтобы дальше было а я хочу дальше развивать развиваться развиваться двигаться и так далее поэтому я просто ну рассказываю что вы как-то вот рассуждали 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 пожалуйста рассуждайте у каждой ситуации каждую ситуацию можно интерпретировать в две стороны и самую лучшую хорошую ситуацию если я этого человека ненавижу я ее интерпретирует так как мне выгодно если я вижу черное я буду доказывать черное если этого человека люблю и любую там какую-то плохую ситуацию я вывернут так что эта ситуация будет хорошая для меня потому что мне так выгодно потому что я так хочу потому что мне легче так думать когда человек сделал какой-то там я не знаю что то сделал любую ситуацию можно перевернуть понимаете когда вам говорят о том что вы какая-то не такая вы что-то не так делаете да чтобы вы не сделали это человек будет говорить так всегда потому что это у его личная к вам неприязнь понимаете ничего не изменится хоть ты башкой а стену бейся он как считал он так и будет считать хоть и не знаем там я не знаю каждому прохожему милости не уходи подавай в ноги кланься он все равно будет искать дерьмо в тебе поэтому на моем опять же примере я вам еще раз повторяю бесполезно кому-то что-то доказывать ты все равно для кого нужно ты будешь говном для кого нужно ты будешь мотиватором и достигатором для кого нужно им будет срать на тебя поэтому не нужно всем пытаться угодить делайте ставьте свои цели идите к ним вы видите вы идите к ним остальное абсолютно неважно кто что скажет вот и все вот нам мой утренний посыл надеюсь тем кому нужно они достигнут всего того чего они хотели вот и все ваши сообщения все читаю спасибо огромное за поддержку за благодарность за любовь в любом уголке земли за кучу сообщений в директ все всех целую всем продуктивного дня я пошла собираться на самолет